Шокирующая версия причин катастрофы аэробуса A320. Крушение самолета в Прованских Альпах преднамеренный поступок второго пилота. Об этом заявил прокурор Брис Робин, ведомство которого ведет расследование. Согласно данным черного ящика, 28-летний Андреас Любец заблокировал вход в кабину после того, как из нее вышел капитан воздушного судна Патрик Зондерхаммер. Слышно, как капитан просит второго пилота взять управление судном на себя. Потом звук закрывающихся дверью. Слышно несколько вызовов капитана, чтобы его пустили в кабину. Это происходит с помощью системы внутренней связи по интерфону, у которого есть монитор, на котором видно того, кто находится за дверью. Но никакого ответа со стороны второго пилота не последовало. Капитан стучит под дверью, требуя открыть дверь. Второй пилот не отвечает. Эта новость потрясла меня, как и большинство людей. Это не укладывается в голове. Мы еще не владеем всей информацией, расследование продолжается. Очень важно, что каждый аспект рассматривается детально. Андреас Любец, гражданин Германии. Он работал в Джомар Уинкс с 2013 года. В авиакомпании заявили, что пилот прошел все физиологические и психологические тесты. По информации следствия, Любец не был связан с террористами и не числится в черных списках спецслужб. Сейчас эксперты пытаются выяснить причины, по которым второй пилот убил себя и пассажиров, сознательно направив самолет в гору. Напомню, аэробус А320, следовавший по маршруту Барселона-Дюссельфорд, разбился в предгорьях Альф. Погибли 150 человек. Продолжение следует...